заказник организован в девяносто четвертом году и ну и практически с этого время сюда начали завозить первые пробные партии зубров изначально и завозили немножко подальше там урочи колотилова но потом все-таки сместили сюда поближе поскольку там как бы далеко охрана была но трудно организовать охрану и поэтому зимой все-таки решили зимове организовать именно здесь и вот несколько раз несколько партий зубров завозили и вот в конечном итоге вот получилось вот такие стада здесь вот видите два стада одно стадо вот более ручное которое одно время завезли и он мы организовали здесь это вот было в 2005 году передержку в вольере и эти эти зубров привезли из приокско-тирасского и окского заказников и поэтому они к людям более адаптировались и поэтому они подходят вот достаточно близко в нем примерно 16 особей второе стадо ну тоже где-то около 20 особей она более дикой этот скорее всего собралось ранние завозы более они немножко стоят всегда в стороне кормушки подходят когда уже уйдет народ весь подкармливать мы начинаем зимний период ну там нормы есть сена до 8 килограмм зерна до 4 килограмм зависимости от температуры воздуха ну зимой вот сейчас мы все-таки приучили их всех что они собираются практически как бы в одном треугольнике в небольшом массиве и практически крутится вокруг этого зубровника то есть нам легче контролировать охрану осуществлять весной там когда вырастает трава то они уже начинают двигаться в сторону сенокосов где такие сенокос там есть тому и все лет все лет они практически проводят там выращивают потомство и косни и сами уже практически инстинкт уже есть то есть сами движут сюда у стадии и у них верховодит как правило самая опытная корова которая да как бы знает уже все там водопои пастбище там время на кормежка идти быки ходят в основном отдельно вот зимой они собираются как бы здесь все вместе а а так быки большая часть ходит отдельно и во время гона только август сентябрь то да они приходят к стадам между коровами все равно как бы это меньше выражено основном борьба идет за иерархи между быками вот за право произвести потомство а коровы они все таки просто кто чувствует силу там у них сразу это проявляется какая корова сильнее то и сразу устанавливает возможно там умнее как как это понять здесь есть у нас и медведь есть и волки ну в небольшом количестве конечно рысь есть такие ну а мел что есть вся там лисы зайцы копытных много кабаны лоси то есть здесь принципе есть все птицы редкие птицы есть хищные ну эти в летний период вот есть у нас гнезда за которым мы тоже в принципе уже смотрим орлан белохвост есть скопа такие редкие птицы там чернозобая гагара то есть это вот краснокнижные виды как раз растений тоже много краснокнижных ну по мере сил как бы мы стараемся доводить ну там и для для населения для всего вот обо всем этом там на редких видах этих что к ним просто надо бережно относиться